Команда играла легко и раскованно. Быстрый гол Ари после неплохого удара Саенко позволил Спартаку чувствовать себя раскованным. И даже удаление бразильца еще в первом тайме нисколько не смутило подопечных Валерия Карпина. Они уверенно держали мяч и создавали острые моменты у ворот Болика даже в меньшинстве. Еще два гола стали очередным подтверждением спартаковской силы. Сначала Яковлев воплотил в гол передачу Сабитова, а затем Майдана реализовал пенальти за снос Азобича. Давненько аргентинец не радовал болельщиков своими забитыми мячами, пусть даже из пенальти. У своих ворот Спартак позволил создать лишь один момент, но Джанаев отвел угрозу. В этот раз ворота красно-белых остались сухими. Заранее было спланировано, что две игры мы проведем в Австрии двумя составами. Поэтому радует то, что мы выиграли 3-0. Поэтому я считаю, что тот план, который мы наметили в Австрии, он, в общем-то, был проведен полностью. Немножко не запланировано было удаление Арии. Не было договоренности играть в полном составе в таких случаях? Договоренность была. И, что интересно, чешский тренер, главное, он не возражал. Но, к сожалению, главный арбитр почему-то не разрешил выпустить нам 11-го полевого игрока. Но, что бог не делает, как говорят, все к лучшему. Поэтому мы получили нагрузку, которая нам была необходима, играя в десятером. А какие-то коррективы внесли в период с тем, что пришлось играть в меньшинстве? Ну, мы все-таки надеялись, что будем играть 11 человек, но оказались в десятером. Ну, и такие ситуации, в общем-то, они могут случиться в календарных матчах. Я имею в виду остаться в десятером. Поэтому я считаю, что это тоже полезно. Павел Яковлев после удаления Ариста играл нападающего. Как вы оцените его возвращение в эту линию? Скажем так, все-таки он молодежный командир чаще играл форварда. Да, в последнее время Паша не так часто играл нападающего. И хорошо, что он сегодня забил. Для нападающего очень важно забить мяч, который он придает уверенности всегда. Поэтому некоторые действия были хорошими, но видно, что навык игры в атаке, в общем-то, немножко утрачен. Что, в общем-то, естественно. И, в общем-то, Паша сыграл достаточно хорошо. Если устранить те неправильные открывания, которые были, то я думаю, что он быстро освоит и наберет те навыки, которые у него были, играя нападающим. То есть это хорошо, что он может играть и в средней линии, и в атаке. В двух матчах «Спартак» забил шесть мячей и уверенно победил. Теперь возвращение в Москву и скорый отъезд в Скандинавию на очередные спарринги. Продолжение следует...